Всем привет! С вами снова Алина! И сегодня я покажу вам, как я делаю свой повседневный макияж. Его нанесение занимает у меня ровно 5 минут. А самое дорогое средство, которое я использую, стоит всего 400 рублей. Итак, начнем! Я только что вымыла голову, поэтому на время усмирю свои пушистые волосы с помощью резинки. Теперь обязательно увлажняю кожу с помощью сыворотки или крема, предварительно растерев его в руках. И похлопывающими движениями наношу на кожу, не забывая сделать легкий массаж. Настало время тонального крема. Выдавливаю его на руку, чтобы согреть, и набираю с помощью любимой кисти кабуки. Теперь тщательно прорабатываю все зоны лица, чтобы максимально выровнять тон кожи. Причем делаю с помощью кисти не только растирающие движения, но и похлопывающие. Ну и куда же без корректора? По-моему, ни один макияж сегодня не обходится без этого средства. Настолько это важно для создания любого образа и скрытия недостатков. И с помощью все той же кабуки хорошо растушевываю корректор, прорабатывая зону под глазами особенно тщательно. И опять же не забываю про похлопывающие движения. Настало время убрать лишний блеск. Для этого я использую рассыпчатую пудру или присыпку и большую пушистую кисть. Особое внимание уделяю Т-зоне и зоне под глазами. Загар у меня уже почти весь смылся, поэтому легкий его оттенок воссоздаю с помощью бронзера, которым прорабатываю скулы. Вообще бронзер одно из моих самых любимых средств в макияже. И без него я слабо себе представляю законченный образ. Максимально сглаживаю границы бронзера, ведь я просто фанатик естественных границ в макияже. После бронзера так и хочется вернуть коже естественный румянец. Поэтому я использую румяна нежно-розового оттенка. Аккуратно наношу их на скулы и опять корректирую все границы с помощью пушистой кисти. Немного хайлайтера никогда не повредит, поэтому наношу его на верхнюю часть скул и под брови. И опять растушевываю границы большой кистью. Теперь набираю немного темно-коричневых теней. И прорабатываю ими с помощью скошенной кисти межресничный контур. Можно использовать и черные тени, но на каждый день я предпочитаю именно темно-коричневые, так как с ними макияж смотрится натуральнее. От природы у меня длинные ресницы, но изгиб никогда не будет лишним. Поэтому я использую щипчики, чтобы дополнительно подкрутить их. Один из самых важных элементов в моем макияже это как раз таки тушь. Наношу ее максимально близко к корням ресниц для легкого эффекта подводки. А затем зигзагообразными движениями распределяю ее по длине ресниц. Я люблю объемные ресницы, но стараюсь, чтобы они не склеивались. Поэтому для их разделения использую специальную пластиковую щеточку. Да, это обычная зубная щетка, которую я купила специально для расчесывания бровей. Больше ничего на каждый день я стараюсь для них не использовать. В завершении макияжа наношу на губы питательный бальзам и слегка распределяю его подушечками пальцев. Добавить цвета губам мне помогает любимый карандаш. Но наношу его совсем немного и чтобы не было явных границ распределяю цвет пальцами. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. А главное, напишите в комментариях, какие продукты вы используете для своего повседневного макияжа. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok